Дорогой зритель, добро пожаловать на мой игровой канал. Если ты хочешь поддержать меня, обязательно подпишись. К тому же, если тебе есть 18, ты из Москвы и любишь ночные клубы, обязательно напиши мне, я вышлю тебе пригласительный наш ночной клуб Изи Москва. Обязательно подписывайся. Все любят The Legend of Zelda и современные вариации на тему. А если добавить сюда очаровательного лисенка, атмосферу загадочности, прорубу секретов и элемента соулс лайка, то получится Туник. Туник – одна из лучших инди-игр за последнее время. Главное, что сразу же привлекает в Туник неяркая картинка, а приятная музыка. Хотя они ходу задают настроение, атмосфера тайная. Изначально непонятно, кто мы, что делать, куда идти и зачем. Безымянный, молчаливый лисенок оказывается на странном острове, где полно храмов, лестниц, пирамид, загадочных обелисков и статуй. В одном из храмов в самом начале мы видим большую лисицу, которая больше похожа на призрака и кажется заперта в клетке. После первой смерти герой именно она его воскрешает. Это его мама и лисенку нужно ее спасти? Многие ответы мы находим на страницах руководства, вокруг сбора которых и построена чуть ли не вся игра. Из них мы в частности узнаем, что лисенку нужно найти скрытое в дальних краях сокровище, с помощью которого можно победить саму смерть. В любом случае придется всю дорогу искать артефакты, вставлять их куда-то и что-то активировать, делая это в самых разных локациях. Тут и луга, и заснеженные горы, и темные подземелья, и какие-то индустриальные интерьеры. А подсказки где искать, куда вставлять и как вообще активировать мы опять же увидим на страницах руководства. Есть очевидные вещи. Если обнаружили фонарь, то теперь можно нормально исследовать очень темные подземелья. Если нашли меч, то им нужно срубать кусты, мешавшие пройти в некоторые места. Но например только из руководства вы узнаете, что кнопка, отвечающая на геймпаде за перекат леси, зажать ее на 3 секунды позволяет активировать загадочные обелиски. Это необходимо для продвижения по сюжету. С этим и связаны основные загадки в туник. С поиском ответов, как пройти дальше. Истинно оформленные страницы руководства в этом смысле сами являются ключевой частью механики, ну или приходится действовать методом тыка. С одной стороны, это явная отсылка к старым играм, где зачастую без внимательного изучения руководства было не понять, что делать и что вообще происходит. С другой, авторы туники сделали это стильно и по-своему. Причем тут же соус-лайк, большую часть времени мы сражаемся, активно пользуемся уклонениями, перекатами, блоком, которые жрут выносливость. Сохраняться можно не особо на особых алтарях. Отдых восстанавливает здоровье, стамину, ману и запасы зелия, лечение. Но как и положено, так же воскрешает врагов. А после гибели нужно бежать к месту кончины, чтобы подобрать у своего призрака потерянное золотишко, которому мы не только выбиваем из противников, но и достаем из многочисленных сундуков. Враги даже рядовые довольно сильные. Не говоря же о боссах, они все разные, интересные, с уникальными механиками, которые далеко не всегда заключаются в призыве миньонов. И уже первый босс запросто может спустить вас с небес красочного зель до путешествия на землю сурового соулс. Экшена. Приходится раз за разом заучивать тайминги и тактики гадов. Те, кто именно хочет загадок и приключений, но дух не приносит соус лайки, это может покоробить. Тем более, что уровней сложности здесь нет. Но если они покопаются на настройках, то обнаружат, что можно включить режим бессмертия и убрать зависимость от выносливости. Это, конечно, не честно, зато позволит пройти самые сложные моменты и дальше наслаждаться захватывающим приключением. То есть, опять же, этот момент познавания механики мы должны сами найти, прочитать и понять. Итак, во всем. Именно из страниц руководства узнаем, что на алтарях можно не только лечиться и сохраняться, но и прокачиваться. Для этого нужно пожертвовать определенным предметом и заплатить энную сумму. Вот только какие из них и какой параметр улучшает, какие в принципе есть характеристики, поначалу неизвестно. В помощь идут следующие страницы руководства методом тыка. Таким же способом мы узнаем, что про назначение рун, которые есть лихо экипировать в инвентаре, дают бонусы и расходники. Среди них попадаются бомбы, приманки и много чего еще. А найденные купленные с задорного редкие монеты можно бросать в колодцы, получая в награду предметы для прокачки характеристик. Добавим сюда великолепный левел-дизайн, куча секретов, которые все хочется обнаружить, возможность находить новые оружия и магические жезлы, чтобы кидаться фаерболами или замораживать врагов, перемещение через систему порталов в прозерной локации, чтобы добраться до ранее пропущенных сундуков, а также большое разнообразие противников. И вот вам практически идеальная вещь в духе Зельды. Многие, наверное, ожидали от Туник исключительной вариации на тему ранних выпусков The Legend of Zelda с милым лисенком в главной роли, но не меньшее здесь оказалось и от Dark Souls. В итоге получилась изумительная игра, которую интересно изучать, постоянно узнавая что-то новое. Подпишись на канал, спасибо за внимание.